125 серия Мурманск-Магадан В этой серии будет пройдено 69 километров движение на восток Дорога пройдет через город Нижний Удинск Там одна улица, китрами я обозначу название улицы Погода Туман еще не рассеялся местами Условия движения хорошие Комментарий к этому времени Танкист Василий Когда мне скучно, я с Яндекс Олесой разговариваю Ну, у меня кот тоже разговаривает Молодец, Вася Делом займись, уроками Так, Александр Седьмой Вы говорили и про Селингу Да, она безумно красивая Видела ее из окна поезда Также очень красивые пейзажи В районе моста через реку Витим Но это пока тоже только на поезде по БАМу Александр, искренне желаю Пройтись по берегу реки Там посидеть на берегу, подумать, посмотреть Я когда возвращался уже опять назад Из Владивостока Я проезжал Бурятию И во время движения увидел с левой стороны огромная скала Очень сильно напоминало лицо очень старого человека Подъезжая ближе, увидел большое скопление автомобилей У подножья Естественно остановился Вышел Много щитов с информацией об этой скале Много людей И идет наверх лестница 149 ступеней я насчитал Я поднялся наверх И реку Селинго увидел От края до края То есть слева направо На очень большом расстоянии Стоял, любовался, естественно Снимал все это на камеру Я сделаю вставку Когда дойдет это время В этой серии Такую небольшую врезку Съемку со скалы То есть то, что снял там Какие фотографии сделал Во время подъема Там есть два места Две площадки для отдыха Для львей пожилых Вот Но я поднялся Не останавливаясь Вот так Невероятно красивое И что очень для меня важно Я почувствовал какую-то Ну трудно передать Ауру что ли Или спокойствие Невероятное спокойствие Блаженство И огромное удовольствие От этого получил На видео можете Потом записать Координаты Где это находится На карте посмотреть Ну и в интернете найти там Я думаю будет много информации Об этом месте Далее Сергей Трошин Спрашивает автотуризм В России С такими ценами На бензин и расстояниями Мне только чтобы Доехать до Байкала И обратно Нужно 35 тысяч рублей Но это по-божески еще Вот плюс питание Проживание Амортизация авто И всю дорогу В напряжении Нет уж Я лучше самолетом Или поездом Дешевле и безопаснее Сергей Несколько серий тому назад Я касался темы Автотуризма по России Автопутешествий Расстояния огромные Чтобы проехать Например от Москвы До Владивостока Это нужно Ну две недели Мягко говоря Две недели туда Две недели назад Отдыхать практически Некогда До Байкала Ну наверное дней 10 Ехать Так вот на прикетку Естественно Очень много Отберет Времени Тут или же Любоваться Дорогой Получать удовольствие Или же Вот вариант Который я Озвучил Несколько серий Ранее К сожалению У нас еще Эта система Не развита Система туризма Когда Например У вас есть желание Проехать по трассе Колыма Чтобы до нее добраться Ну вы сможете Посмотреть на видео Сколько это Занимает Времени Вот Поэтому Бронировать Автомобиль В Магадане До Магадана Лететь самолетом Из Магадана До Якутска На автомобили В Якутске Сдаете автомобиль И из Якутска До Москвы Опять Летите самолетом Такого Сервиса Турфирмы Пока не Предлагают Я думаю Еще Наверное Лет Несколько Предлагать не будут Почему Потому что Трасса Колыма Это Не простая Дорога Там Ну на видео Посмотрите Когда Я ехал Стоят щиты Информационные У дороги Я останавливался Смотрел Участок Такой-то Протяженности Там 50 Или 100 Километров Будет Отремонтирован Там В 2024 В 2024 Году 2025 2026 Году То есть В ближайшее Время Там Для Автопутешествий Таких Скажем Комфортных Условий Нет Я всегда Останавливался Возле Таких Щитов Смотрел И потом Долго Ехал Смеялся Потому что Мне Это Напомнило Один Анекдот Сейчас Я вам Расскажу Значит Насредин Афанде Национальный Герой Прошел Слух Что Насредин Может Научить Осла Читать Книги Этот Слух Моментально Распространился Дошел До Эмира Эмир Вызывает Насредину И говорит Ты можешь Научить Осла Читать Книги Да Говорит Насредин Могу Что Тебе Для Этого Надо Он Говорит Мне Нужен Осел Мешок Золото И Через Десять Лет Осел Будет Читать Книги Эмир Распорядился Выдать Ему Мешок Золото Осла И Сказал Если Через Десять Лет Осел Не Будет Разговаривать Вернее Читать Книги Я Тебе Отрублю Голову Хорошо Говорит Насредин Взял Осла Мешок Приближенные Которые Находились Рядом Стоят Качают Головой Бедная Твоя Голова Насредин Отрубит Тебе Эмир Голову Не Сможешь Ты Осла Научить Читать Книги Насредин Ухмыляется И Говорит Через Десять Лет Или Эмир Или Я Или Осел Подохнет И Вот Эти Щиты Мне Напоминали Как раз Такую Ситуацию Через Четыре Пять Шесть Лет Ребята Обещает Росавтодор В частности Там Сделать Дорогу Ну Не знаю Посмотрим Вот Так что Как-то Вот так Но То Удовольствие Которое Сейчас Можно Получить От Природы На Колыме Это Передать Невозможно Ковриво Лучше Один Раз Увидеть Говорят Чем Сто Раз Услышать А я Дополняю Лучше Один Раз Почувствовать Пережить Пощупать Чем Сто Раз Увидеть Те Реки Те Горы Которые Пришлось Проехать Это Ранней Осенью Красота Невероятная Зимой Я Проезжал Мимо Полюса Холода Аймекон Но Он Он Был Южнее Километра Наверное 80-100 Зимой Бомикон Могут Любители Экстрима Например Поехать Я Я пока не буду Переживания И С вами Делиться Ну а сейчас Приступаю К обработке 126 серии Да Картинка На видео Ужасная Ничего не сделаешь Ужасная Продолжение следует... 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 Поверните налево. Через 1,5 километра поверните направо, а затем поверните налево. Что-то мне не все понятно. О, моя, блядь, светофор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поверните налево. Продолжение следует... 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 Поверните направо, а затем через 200 метров поверните налево. Поверните налево, а затем поверните направо. Как бы я сказала, двигайтесь по главной дороге и всё. Прямо 112 километров. Нижнеогинск. И туман, и солнце, всё в одном флаконе. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Вот они, издержки внутреннего движения. Субтитры создавал DimaTorzok. Зато видимость в обратную сторону просто потрясающая. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Переждать какое-то время, может час, может два, и просулся немножко. Попробуем стекло притереть. Ничего не получается, и стекло притереть, ни фига. Что же делать? Было бы неплохо иметь бленду. Бленда такая трубка одевается на объектив, которая защищает от прямых солнечных лучей. Попробуем стекло притереть. 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 Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Было огромное желание сделать качественную съемку, красочную. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Так, расход бензина 5,7. 126 километров пройдено. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Пошел наоборот. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Смотрите продолжение в следующей серии.